И как она ему спину споласкивала, и бельё, извините, на верёвочке развешивала. Что ж он теперь, не знаю, не ведаю. А можно вам ещё про одно сказать? Да, конечно. Тут не без отчима. Не мешал им, не видел. Теперь-то он тело затеял. Хотел свадьбу играть. Вы спросите, вам каждый скажет, что нет его хитрее в районе. Ну, спасибо. Всего хорошего. Ну, догадываюсь, зачем тут была эта сплетница? Сплетница, она сплетница, это верно. Кстати, а как это получилось, что в 11 дня ты вдруг оказался дома? Уписал заключение по делу шофёр. Ну, почему ты, а не следователь? У нас с ним разногласия. Ну, и в каком состоянии сейчас это дело? В таком же, как я. То есть? Я не мог сосредоточиться. Подожди, а где же обвиняемый? Обвиняемый там, где положено. Ну, это ты брось. Это, милый мой, безобразие. Этому имени нет. Возьми себя в руки. И закончи то, что тебе надо заканчивать. Хорошо. Толстопу не нашли? Да понимаете, Иван Фёдорович, я видел-то её мельком, приёмной. Ко мне она не попала, попала к Мише. Ну, ку-ка Николай Александрович, моему помощнику. Он помнит какую-то женщину, подходящую под моё описание? Ну, дело самого не помнит. Мы перелыли в судах дела всех осуждённых. Но когда нет никаких указателей... К сожалению, в протоколах суда не пишут, толстая или тонкая жена. О, подсудим его. Позови-ка мне своего помощника. Хорошо. Михаил Александрович. Да? Миша, зайди к Иван Фёдоровичу. Хорошо. Будьте добры. Посидите там, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Алло, алло, алло. Это Пилипенко. Разрешите. Пилипенко из горской прокуратуры. Значит, мешки ваши? Я говорю, ваши мешки. Значит, в вашем районе их делают? Ага. Ну, слава Богу. Я вам срочно пришлю приметы двух человек. Так. Ага. Ну, будь здоров. Будь здоров. Вы понимаете, никак изготовителя мешков не могут искать. Все отвечают, не наш образец. Я уж хотел министерство внешней торговли запрашивать. Может, на валюту их покупают? Продолжение следует. Продолжение следует...